Более 20 экскурсоводов республики получили официальную аккредитацию для ведения своей деятельности. Напомню, еще в прошлом году в МРИЛ впервые был запущен процесс аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков. Кроме этого, в МРИЛ создана специальная ассоциация, куда вошли около 50 экскурсоводов. Цель – повысить качество проведения экскурсий, как от местных, так и приезжих гидов. Заявки на аккредитацию на базе Туристко-информационного центра Ишкаралы уже подали экскурсоводы из Чувашии, Татарстана. Интерес проявляют и гиды-переводчики. Подробнее о нововведениях в сфере туризма поговорим напрямую с председателем комитета Республики МРИЛ по туризму Андреем Портовым. Андрей Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Удивительно, но даже несмотря на столь пасмурную погоду, в Ишкаралу до сих пор приезжают автобусы с туристами. Чтобы увидеть это, достаточно выйти на Патриаршую площадь. Как вы в целом оцениваете нынешний туристический сезон, насколько он был активен, и удалось ли привлечь больше туристов в нашу республику? Ну, нынешний туристический сезон проходит достаточно активно. Хотелось бы лучше, но мы рады этому. За 8 месяцев текущего года нашу республику посетило более 438 тысяч человек. С учетом экскурсантов. МРИЛ, как известно, в этом году попала в число немногих российских регионов, где будут созданы новые туристско-рекреационные кластеры. В Ишкарале этот проект называется «Царьград». На какой период намечена его реализация? Насколько улучшится туристическая инфраструктура в нашем городе? Может быть, какие-то еще инвестиционные проекты в сфере туризма будут реализовываться? В целом, хочу сказать, что у нас в 2016 году в нашем регионе реализуется 10 инвестиционных проектов на общую сумму более 5 миллиардов рублей. И, конечно, проекты долгосрочные. В том числе у нас и «Царьград». Общая сумма финансирования составляет более 5 миллиардов рублей. И привлеченных инвестиций. И хочу сказать, что у нас появится новое средство размещения. И не только. Это и кафе, и рестораны, и именно вот эта обеспечивающая инфраструктура, и сувенирные магазинчики. Все это предусмотрено в рамках реализации данного проекта. Территориально это уже все определено. Это наша и «Старая Ишкарала», это и наша замечательная набережная. Поэтому мы вообще ждем инвесторов еще, кто будет готов в рамках данного кластера создать и средства размещения, и кафе, и рестораны. Поэтому к нам нужно приходить с предложениями, и наша работа продолжится. Федеральное финансирование запланировано с 2017 года. А удается ли сфере туризма сейчас пополнять бюджет нашей республики? Вклад вносится, но сравнительно небольшой. Идет, конечно, работа. Сейчас вот отрадно слышать, что появляются новые средства размещения. Это и гостиницы. И совсем буквально скоро откроется еще один хостел, как мы узнали. И достаточно много их стало в нашем городе. Значит, есть спрос. И это хорошо. В этом году вновь были учреждены гранты главы Морел в сфере туризма. Насколько активно представители бизнеса, различные организации участвуют в этом конкурсе? И кто стал победителем в этом году? У нас в этом году была одна номинация благоустройства мест показа. И у нас в данной номинации грант выиграл Музей истории города Ишкаралы с проектом «Гостеприимная Ишкарала». Это установка столбов туристской навигации. Буквально вот в ближайшее время в рамках данного проекта будет установлен первый столб. Он будет у нас трехязычный, как мы планируем. Информация на русском, марийском и английском языках. А также карта города. Какие еще крупные события в ближайшее время в сфере туризма намечены в республике Морел? В ближайшее время у нас состоится фестиваль воздухоплавания «Легкие люди». Конечно, мы ждем, что погода все-таки будет хорошая, чтобы не только гости нашего региона, но и жители республики посмотрели такое замечательное шоу, такое прекрасное мероприятие. Масса проектов. Я вот просто хочу сказать, что в текущем году мы подписали соглашение с РСТ, Российский союз туриндустрии, в рамках реализации федерального проекта «Живые уроки». Именно проект направлен на… он адаптирован, скажем так, на детей, на школьников нашей страны. Интересно. А сейчас внимательные автомобилисты и вообще пешеход, я думаю, не может не заметить большие рекламные щиты с фразой «Время отдыхать в России». Там размещены различные курорты нашей страны, знаменитые города. А республика Морел где-то размещена? Мы размещены. Мы вообще в данном проекте, это проект реализуется Федеральным агентством по туризму. В него входит более 30 субъектов Российской Федерации, мы в том числе. И информация о республике Морел размещена где-то вот в семи регионах. России может быть и больше. Это и Калининград, и Санкт-Петербург, и Краснодарский край, и Кировская область. И также вот Краснодарский край, и Санкт-Петербург информацию мы размещаем у себя. Это не только рекламные щиты, но и наше световое табло. Получается, регионы помогают друг другу, туристические регионы? Да, друг друга продвигаются. Мы продвигаем свой туристический потенциал. К нам приезжала комиссия по импортозамещению. Мы приглашали их вот именно оценить наш маршрут брендовый «Чудеса земли Марийской». И по окончании визита было принято решение, что еще один будет у нас брендовый маршрут. И будет он называться «Край звонких гуслей». Так как гуслей по России сейчас не так много, а в республике Морел у нас это широко представлено, данный инструмент. Поэтому этот маршрут забрендирован. И мы в числе немногих маршрутах находимся на сайте Ассоциации туроператоров России. Маршрутов, которые рекомендованы российским туроператорам. Это Казмодемьянск или не только? Это Ешкар-Ала и Казмодемьянск. Но география маршрутов у нас будет шириться, как активно будет работать наш муниципалитет. А могут ли новые музеи появиться на территории республики Морел? Может быть, вы уже вынашиваете какие-то интересные идеи? Идеи мы и вынашиваем. Идей очень много. Много идей у молодежи, у сельской молодежи особенно. Но и также мы надеемся, что появится у нас в скором времени музей молока, так как их не так много по России. И над этим вопросом мы работаем очень тесно и с Министерством сельского хозяйства. Андрей Петрович, спасибо за эту интересную беседу и до свидания. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова